Дорога до парка Хороший, асфальтирован, но в связи с правилами, дорожными ограничениями по скорости ехать долго, хоть и по хорошей дороге. Это часть экосистемы парка Ньерере или Селус, место обитания львов, диких африканских, жирафов, слонов, зебр, много животных. Его еще называют маленькими серенгети часто, потому что похож по экосистеме, по рельефу своей саванны на серенгете. Здесь у нас пруд с бегемотами и крокодилами, огромный баобаб и сам парк уединенный. Не так много народу сюда приезжает из-за того, что далеко ехать. Чем заняться? Совершить сафари на джипе, съездить на ночное сафари и прогуляться по парку пешком в сопровождении вооруженного гида. Когда посещать? Круглый год. Дальше у нас идет 10. Национальный парк Ньерере или Селус. Больше он известен. Селус, конечно же. Ньерере его буквально в 2019 году переименовали. Кусок огромного резервата охотничего отрезали и сделали парком. Теперь в этом куске нельзя охотиться на этой территории. Особенность парка. Долгая дорога до парка 4-5 часов. Первый по величине парк в Танзании и второй в Африке после парка Намиб Ханк-Луфт в Намибии. Большая часть которого пустыня. Это в Намибии. В Селусе нет пустыни. И объект всемирного наследия этот парк у нас. Река Руфиджи, где водится свирепая африканская тетра и гладкий скользкий сом. Сом Вунду обладает примитивными легкими, которые позволяют ему выходить на сушу. И на короткие расстояния, в сухой период, для поиски воды переползать по суше на другой водоем. Либо закапываться вообще и ждать, когда у нас начнется сезон дождей. Дальше. Множество небольших проселочных дорог позволяет максимально близко приблизиться к животным. Потому что в парках можно ездить только по дорогам. И опять же это уединенный парк у нас. Чем заняться? Прогулки по реке Руфиджи, чтобы запечатлеть вблизи бегемотов и крокодилов. Рыбалка. Сходить на пешую прогулку с аборигеном. Очень интересно. Покажут вам, расскажут про традиции. Как охотились, прорастения. Конечно, делается все это с вооруженным рейнджером. Послушать древние африканские песни и поучаствовать в зажигательных танцах у костра. Тоже достаточно интересно. Мы делали гостям, очень понравилось. 11. Национальный парк Руаха. Особенности парка. Второй по величине парк Танзании после Ньеррера или Сэлуса. Можно увидеть пятнисных геоновидных собак. Великая река Руаха. Смотровая площадка на огромном валуне посреди реки, где можно увидеть крокодилов и бегемотов. Очень разнообразные ландшафты. Реки, саванны, горы, болота, заросли. Также во время визитов парк Руаха можно посетить находящийся недалеко от города Иринги объект культурного наследия Столбы Семила. Здесь вы найдете невероятные марсианские пейзажи и увидите артефакты древних людей, которые обитали здесь 70 тысяч лет назад. Есть музей, где все это можно посмотреть и сделать классную фотосессию вот этих красных столбах, возвышающихся в небо в каньоне, где велись раскопки в свое время. Чем заняться? Съездить на сафари на джипе, отправиться в пешие сафари с вооруженным рейнджером, ощутить опыт ночного сафари, осмотр археологического памятника Иссимила с инопланетными пейзажами и артефактами древнего человека и посетить племя Барбайк. Не Масай, а Барбайк. В Танзании много племен, кроме Масаев. Вот здесь можно посетить племя Барбайк. Когда посещать? Круглый год. Следующий парк, 12-й, у нас идет Национальный парк Удзунго Маунтинс. Особенности парка. Это место обитания шести видов обезьян, из которых два вида Санджа Мангабей и Красные Колобусы. Иринги встречаются только в парке Удзунго Маунтинс. Водопад Санджи, самый высокий водопад в Танзании. Ну и горы. То есть сам парк представляет собой горный массив. Чем заняться? Хайкинг и плавание. У Удзунго есть тропы для хайкинга. Трекинг к водопаду Санджи и купание в водопаде. Можно залезть до самого верха водопада. Оттуда открываются невероятные виды на чуть ли не половину Танзании. Очень красиво. И знакомство с природной аптекой. Во время восхождения к водопаду вы познакомитесь со многими танзанийскими деревьями. Узнаете, какими лечебными свойствами они обладают. На самом деле очень интересно. Потому что практически все эти растения используются в современной медицине. То есть в таблетках и какие-то вытяжки, элементы применяются для лечения болезни. Когда посещать круглый год?